С 1 июля в России начался прием заявлений на новые ежемесячные пособия. Речь идет о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также одиноким родителям, на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. В отделении Пенсионного фонда по Тверской области состоялась пресс-конференция, посвященная новым выплатам. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, рассчитывать на пособия смогут женщины, вставшие на учет в первые 12 недели беременности. Выплаты будущей маме назначат, если доход на одного человека в семье не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас в Тверской области прожиточный минимум составляет 12 144 рубля. Пособие для будущих мам. Размер этого пособия составляет 6072 рубля. Рассчитывается, исходя из половины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Пособие выплачивается ежемесячно, с месяца постановки на учет, если будущая мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности, или с месяца обращения, если мама обратилась при течение 30 дней с момента постановки на учет, ну и вплоть до родов. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получить одинокие родители. В случае, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении. Размер ежемесячной выплаты на ребенка в неполной семье составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей. При этом учитывается имущество, которое есть в распоряжении семьи. В Турцкой области пособие в месяц на каждого ребенка составит 5946 рублей. Чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе территориальных органов пенсионного фонда. Пусть они внимательно обращают внимание на правильное заполнение всех реквизитов, а именно, в том числе реквизитов банковского счета на перечисление. Потому что при предыдущих выплатах так вот получалось, мы это знаем. Нам указывали банковские реквизиты, мы их, естественно, регистрируем, перечисляли туда деньги, а потом, с учетом того, что там где-то ошибались, банк эти деньги не зачислял, потому что у нас существует проверка, чтобы не тому, как, не дай бог, эти деньги не зачислить, нам эти деньги возвращались. И у нас была такая большая работа по поиску этих людей. Напомним о введении новых мер поддержки семей президент Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию 21 апреля этого года.